У каждого из нас есть сокровенные желания, различные пошлые мечты, вопросы. Так вот, я очень много общаюсь с девушками различного возраста, и каждого уникально по-своему. Так вот, как ты это называешь, да? Начну я, пожалуй, с этой истории. Конец августа, с друзьями выбрались за горо, с ночевой в палатках. Уже ночь, лежим в палатках и рассказываем различные истории. И я, конечно же, рассказываю что-то пошлое. Рассказывал о том, что когда девушка рожает, то у неё растягивается влагалище, возможно, даже разрыв мышц. И тут одна девушка, на тот момент ещё девственница, пока я это всё рассказывал, спрашивает у меня. Саша, какой у тебя диаметр? Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Диаметр, Саша. Смеялись все три палатки. Я ещё понимаю, измеряю длину своего полового органа. Но диаметр? Это, я думаю, мало кто замерял. Берёшь тангенцирку и замеряешь. Только аккуратнее. Сильно-то не нажимай, а то ещё останешься без своего органа. Как-то у одной подруги спрашиваю, зачем ты тянешь себя такой большой тоннель в ухе. Вечер добрый, знатоки. С вами играет студентка, 18 лет, из Ижевска. Внимание, вопрос. Зачем она хочет растянуть себе большие тоннели в ухе? Я вахую, блядь. Это чё, вопрос был? Зачем вообще нужны тоннели? Может, замок носить? Берёшь, кладёшь и закрываешь. Что можно ещё засунуть и закрыть? Ребят, что-то необычное должно быть. Сигареты носить. Ага, махорку завернула и пошла. Рюмку всегда с собой. В партию вступить. Модно, стильно, молодёжно. Может, горшок типа цветы носить с собой? Какие они цветы любят? Может, её нахуй с такими вопросами? Господи. А что ещё может быть? Может, чтобы обращали внимание? Мальчики смотрели. Не, ну мало ли. Не ищем логики, что-то простое. О, я кажется, понял. Ну, что молчишь-то? Говори давай. А не, хуй и та какая-то. Какая нахуй логика? Может, мы её хлопнем? А может, ребят, чтобы просто серёжки носить? Я не думаю. Это же баба. Пиздец просто. Отвечает господин Салавка. Добрый вечер, господин ведущий. Я просто выскажу своё мнение. Это пиздец. Да, конечно, понимаем вас, но все мы ждём вашего ответа. Я думаю, что она тянет себе такие большие туннели для того, чтобы носить серёжки, то есть туннели. То есть, поясните. Смотрите. Она тянет себе большие туннели для того, чтобы их носить и чтобы люди обращали на неё внимание. Внимание, правильный ответ. Она тянет туннель для того, чтобы сделать фотографию с хуём в ухе. Ебануть её на аву ВКонтакте. Не, ну а чё, оригинально? Оригинально. Я тут тоже подумал. Ебану-ка я себе тоже два таких. А, хуй, есть каких больших туннелев в ухе. И сделаю себе фоточку. Ну, для авы. С одной стороны сиську, с другой стороны влагалище. Так не влезет же влагалище. Ну, тогда сиськи и лобковые волоса. Шутка. Заебись. Зато теперь можно будет её и в ухо подолбить. Извращенец ты, ёбаный. Нет, ну а чё? Чё ты начинаешь? Вот ты когда-нибудь ебал девушку? В церкви на тебя нет. Я вот тоже нет. А в следующей девушке есть кот. Любимый её кот. Так вот. Ага. Подумали о зафиле, да? Извращенце. Так вот. Она хочет, чтобы её кот сделал ей кунилинку. Да-да. Что-то из зафиле. Ну, подумаешь, кот полежит ей киску? Не, ну подумаешь, что это такое. Так вот. Если парень расскажет о том, что он хочет, ну, чтобы ему полизала кошка, так его все начнут обижать. Девушки перестанут с ним общаться. Будут посмеиваться. А девушкам у нас всё можно. Ведь мы их любим. И прощаем. Вы знаете, есть такие музеи, где хранят органы человека в банках. Так вот. Одна подруга рассказала, что она хочет хранить у себя дома мужские половые органы в банках. Зачем? Домашний музей. Пись. Хуёвый какой-то музей. Вот приезжают к тебе родственники, друзья. А у тебя дома такая стена. И спись. Музей, ебан. Искусство. Я вот тоже подумал. Ебану-ка я себе тоже такую стену. Только сиськами. Первый размер. Второй размер. Третий. Четвёртый. Пятый. Буду сидеть, пить чаёк. И любоваться. А хули нет-то? Друзья, у меня ещё много чего есть интересного из этой темы. Что необычного мне рассказывали девушки. Подписывайтесь. И тогда вы точно увидите и услышите другие мои пошлые истории. Если у вас есть тоже что-то интересное, то обязательно пишите в комментариях. Я о них тоже расскажу, если посчитаю это интересно. С вами был Дикобрас. Снимаю ролик в лесу. И телефон нашёл. Охуеть, блять.